Как Тони Фергюсон не постучал? Его колено хлопнуло и громко хлопнуло. Это безумие, каким образом можно было не постучать? В голове не укладывается. Ну что же, дорогие друзья, вот и состоялся долгожданный поединок между народным чемпионом Тони Фергюсоном и девятым номером рейтинга Беннилым Дарьюшем. Тони в последний год уж точно не заставлял улыбаться своих фанатов своими выступлениями. Дарьюш уже наоборот шел на хорошей серии побед. Друзья, с вами Страйкер, и сегодняшнее видео будет посвящено разбору боя Кукуя и Дарьюша. Постараемся понять, что же произошло. Не забывайте про лайк и комментарий с четырех слов, это очень важно. Спасибо, и мы начинаем. Погнали! Накидайте, пожалуйста, 5к лайков и разбор Оливии Рэйченлер выйдет уже сегодня. Ну что же, парни, ничего нового не произошло. На самом деле, поединок можно достаточно кратко описать несколькими словами. С Тони покончено, он не будет прежним. Я сделаю предположение чуть позже почему. От старого Кукуя не осталось и следа, потому что Фергюсен не прессинговал как раньше, а сам сдавал назад. Дарьюш легко и просто залеживал Тони, как я и говорил в своем прогнозе. Тони буквально нечем был ответить. Но это хотя бы не был прям супер-мега-ди-класс, как был с Ливиерой. Тут были локти, это был просто-ди-класс. Да уж, боже мой. Окей, давайте по полочкам разберем. Почему же Тони Фергюсен был уничтожен Бенилом Дарьюшем? Сегодня. Во-первых, я уже разбирал прям отдельно, почему я почти не верю в победу Кукуя в следующем бою. Он вообще не фокусировался на Дарьюше. В плане, лол, чел, ты дерешься с базовым грабблером, который обладает не более худшей, а возможно даже лучшей борьбой, чем твой предыдущий противник, который буквально размазал тебя. И ты тренируешь бокс? Рилли? Чел? Фредди Роуч? А как же Эдди Браво или какие-нибудь еще крутые тренеры по борьбе БЖЖ? Чувак, серьезно, я говорил в прогнозе. Меня очень напрягает, что у Тони вообще не проскакивали тренировки по джиу-джитсу. Он почему-то всегда бил лапу в инстаграме, но борьбой там почти не пахло. Я говорил, что Дарьюш уже встречался с подобным по стилю бойцом, как у Тони. Это был Диего Феррейра, и Беннил выиграл его точно так же. Но чел Феррейра нанес намного больше урона по нему, чем Тони. Посмотрите на его лицо после боя с бразильцем и после боя с Фергой. Очевидно, что легендарных локтей Тони уже просто нет. То есть в первую очередь у меня вызывала вопрос его подготовка, и как вы видели, она сыграла весомую роль. Очевидно, что бокс Фергии вправду стал лучше. Я удивился его у воротам в разменах. Хэд-мувмент он реально прокачал. Но лол, гадалке не нужно было ходить, чтобы понять, что Дарьюш будет его залеживать. Ну ладно, окей, далее. Тони постарел. Будем честны, как бы мы его не любили, ему 37 лет, и с ним покончено. Даниэль Карми правильно отметил, что креативные бойцы сдают, когда становятся старше, и вот нам пример. Скорость и реакция уже не та, какая раньше, которая была на пике формы, и вот в чем прикол. Раньше он мог моментально стучать локтями, делать всякие выкрутасы и монариролы. Теперь такого нет. Тони постарел, к сожалению, это факт. С ним нужно смириться. В первую очередь из-за возраста он не мог отвечать как раньше, не было той злости и так далее. Но у меня есть еще один вариант, который дополняет как и плохую подготовку, так и старость Фергусона. Внимание, барабанная дробь, Гэджи забрал его душу. Как бы мне не нравилось говорить подобным образом, но Джасин и вправду это сделал. Сейчас объясню все вкратце и надеюсь, что вы меня поймете. Обычно во всех боях Тони шел вперед и принимал урон. Накидывал своему сопернику удары. Поединки с Гэджи было точно так же. Но там Джасин постоянно ловил Фергусона. Выбивал из него все дерьмо. И по итогу Тони был просто окровавлен и разбит. Вообще без единого шанса на выживание в подних раундах. Именно после этого боя, Тони зайдя в раздевалку увидел своего сына. Свою семью в достаточно испуганном состоянии. После этого Фергусон дал себе обещание больше не пропускать столько ударов. Мне кажется, что это засело у него в голове. Уже начиная с поединка с Оливейрой, он пятился назад, уходил, а не как обычно присяговал оппонента. Это уже могло стать звоночком. Но очевидным звонком стали тренировки с Рэдди Роучем. И как видите, кед мувмент Тони стал и вправду лучше. Очевидно, что Эль Кукуй строил весь свой стиль вокруг тренировки ударки, чтобы больше не пропускать много ударов и быть готовым к уворотам и защите. Он постоянно об этом говорил. Как будто его демон Эль Кукуй буквально испарился. Больше не было того рубящего на своем пути мексиканского мясника. Остался лишь боец, который не готов принимать лишний урон, чтобы не войти в то положение, что из Гэджи. Это лично мое мнение. Можете быть с ним не согласны, но думаю, что все именно так. Кстати, Хабиб уже говорил об этом где-то в октябре. Но почему-то многие не хотели в это верить. Как оказалось, Нурмагомедов снова оказался прав. На самом деле, если так посмотреть дагестанец, много в чем оказывается прав. Тони буквально чего-то боялся, не знаю. Что же теперь для легендарного Эль Кукуя? Я говорил это еще после боя с Оливерой. Фергусину пора заканчивать. Мужик, будем честны, ему пора на пенсию. Как бы мы его не любили, смотреть на его поражение очень тяжело и больно. И я не знаю, в момент я был очень рад за Оливеру, который выиграл Ченлера. Но потом снова сгрустнул, вспомнив поражение Фергусина. Лайк, если хочешь разбор Ченлера Оливера. Как-то так. Но если говорить о следующем поединке, я даже не знаю, кого Тони теперь может выиграть. Даже, казалось бы, более-менее солидная подготовка ему не помогла. Но будем снова же учитывать, что джиу-джитсу почти не пахло. Возможно, бой с Ченлером имеет смысл. Но думаю, что там его тоже ничего не ждет. Скорее всего, Фергусин теперь станет трамплином для молодых бойцов. Точнее, уже им стал. И следующим оппонентом Кукуя с большой долей вероятности может стать Ислам Махачев. Почему именно он? Тони поставят перед выбором. Либо ты принимаешь бой с Махачевым, либо мы тебя увольняем. И выбора так такого у Фергусина уже не будет. Почему Ислам? Потому что ему так и не могут найти топу оппонента. Кукуй будет глубоко убежден, что сможет победить и дагестанца. Но камон, будем честны. Высока вероятность, что на этот раз Тони будет финиширован. Мужик, на это больно смотреть. Я буквально трясся перед боем во время прямого эфира. Но Фергусина переехали. Деклассировали без единого шанса. С ним покончено, и мне очень больно это говорить. Но мне больнее видеть его поражение. Вот и все. Кукуй снова не постучал. Душа бога войны в увядающем теле смертного. Эх, Тони, Тони. Люблю тебя, мужик. Но хватит заставлять насмотреть на это. Заканчиваю бабайка. Мы запомним тебя, как пикого мясника из Мексики, который изуродовал Петтиса, ковбоя и всех остальных ребят. Не нужно проигрывать буквально залеживанием. Хотя еще год назад тебя считали главной угрозой для Хабиба. На это больно смотреть. Очень больно. Вот такое вот умнее мнение, из-за чего Тони проиграл. Из-за чего будет проигрывать. Мы рассматривали это перед боями. К сожалению, Фергусин не смог справиться со всем тем, о чем мы говорили. Он не фокусировался на Дарюше. Говорил о Хабибе и так далее. Неправильно готовился. И не может признать, что уже стар для этого дерьма. Эх, только чемпионское дерьмо, мужик. С Тони до конца. Но надеюсь, что он закончит. А у вас какое мнение об этом всем? Давайте обсудим все. В комментариях. Кстати, друзья, хотел бы вас также попросить заглянуть в мой инстаграм. И конечно подписаться. Там мы проводим почти каждый день прямые эфиры. Рассуждаем на различные темы. Также я там постоянно в сторис публикую актуальные новости ММА. И между этим реакции на все это. Поэтому заглядывайте, если что. Буду ждать всех. Ну что же, дорогие друзья. А на этом наше видео заканчивается. Если ролик вам понравился, то пожалуйста поставьте лайк. Подпишитесь на канал. И поделитесь видео с друзьями. До скорых встреч. Увидимся в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok